Продуктовую базу на восьмом километре в Петропавловске посетили активисты Народного фронта. Их задачей было проверить, как на торговых точках соблюдаются санитарные требования, как вывозится мусор и так далее. Фронтовики получали много жалоб от жителей города. Зрелище перед их глазами предстало неприятное. Соседство товара, несоблюдение норм санитарных, далее продукты хранятся в удовлетворительном состоянии, что не соответствует качеству товара, который в исходном продаваем нашим жителям. Дальше у нас нет организационной сборки мусора. То есть мусор все-таки вывозится. Арендаторы площадей заключают договоры, приезжает машина и увозит неликвид. Но то ли на такую машину денег хватает не у всех предпринимателей, то ли кто-то просто экономит. Словом, вот такую картину можно наблюдать по соседству с прилавками, сочными дынями и персиками. Руины, внутри бетонный фундамент, в этом фундаменте плавают гнилые продукты. Например, пачки молока, надкусанные крысами. Запах непередаваемый. И видно, что товар выкинули совсем недавно. А рядом отходы сжигают. Любите ли вы, например, мясо с дымком? А если это дым с помойки? Так получается, что как будто бы наши продукты питания продаются на свалке. Мы напишем письмо владельцу данной территории, чтобы он обратил внимание. Ну а дальше, конечно, в Роспотребнадзор это все пойдет. И в соответствующие органы. Кстати, крыс на восьмом километре мы так и не повстречали. Но кормовая база там у них без всякого сомнения шикарная. А на вопрос о том, как часто на торговых площадях проводится диротизация, мы получили довольно противоречивые ответы. Диротизация проходит ежемесячным образом. Я юридично иногда провожу. Я, честно, вам подать и не скажу. Но, тем не менее, последний раз у нас просыпка недели три уже точно была? Недели три. Подходит каждый месяц девушка. Переносит. У меня еще кошка есть здесь. А так три года один раз, да? Сколько раз в три года? Ну, общую. Что анализы берут раз в три года. А так по месяцу на переходе за это. За крысы. Диротизация. Вы знаете, что такое диротизация? Ну, проверка склада же. Мы спрашиваем про крыс. Когда травят у вас крыс? Каждый месяц. Один из немногих предпринимателей, кто согласился с нами разговаривать, Иван, владелец мясной лавочки. Сама лавка была первой, которая не вызвала вопросов у активистов. Но и здесь люди не без греха. Вот этот сочный ломоть мясо, окруженный облаком из мух, оказывается, даже не выкинут, а оставлен намеренно. Это не для крыс. Это собак подкармливаем. Это мы положили. Специально собака подойдет и скушает. Ну, я вас смотрю. Ходят тут. Мухи уже на днем летают. Вот настолько собака это кушает. Ну, сейчас она подойдет. Ну, не доела. Посетители базы жалуются и на разбитые дороги, и на высокие цены, которые уже почти не уступают магазинным, и на антисанитарию. Но на исправление ситуации уже не надеются. А этот рынок уже, ну, я не знаю, уже столько лет, сколько я живу, 40 лет, он здесь такой существует рынок. Не менялся никак. Не-е-е-е. Всегда такая вот эти убогие дороги. Вот это грязище, повар-разруха. Я раньше просто работал в санитарно-экологической милиции, потому что я знаю, я бывал в этих районах. Штрафовали, и это бестолку. Пока чиновники сами не прочувствуют вот это, вот этот бардак. И все-таки активисты Народного фронта хотят добиться по-настоящему масштабной проверки базы восьмого километра и перемен к лучшему. Данные проверки уже направлены в прокуратуру. Через месяц фронтовики приедут сюда еще раз, чтобы узнать, изменилось что-то или нет.